Всем привет! У нас, знаете, интересная ситуация. У нас в Питере, когда делают конференцию летом в субботу, ожидают, что никто не придет, а если будет солнце, значит, не придет вообще никто. А здесь, мне кажется, обратная история. Многие могут хотеть охладиться. Значит, я буду рассказать о том, из чего, в моем понимании, состоит UX-дизайнер хороший. Мне была дана инструкция делать доклад примерно для начинающих. То есть примерно, наверное, так и будет, но надеюсь, что все там что-нибудь для себя почерпнут. И если я смогу нажать на кнопочку, смогла. Начнем мы вот с этих вот картинок. Знаете, да, вот это что такое? В общем, если кто-то не знает, то эта штуковина, которая называется «Кадавроски», «Изысканный труп», эта игра была придумана сериалистами-дадаистами, они в нее играли, берется листочек, рисуется часть какого-то существа, заворачивается и так далее. И таким образом получается картинка, состоящая из, возможно, совершенно не связанных между собой частей, некое чудовище Франкенштейна. Вот здесь картинки я старалась найти приличные, мне не удалось, но это не моя вина, это все вот Дали, Кокто и Бретон, поэтому я тут ни при чем. Вот. Какое это отношение имеет к UX-дизайнеру, я считаю, что довольно прямое, потому что хороший UX состоит из нескольких частей, которые довольно плохо между собой сочетаются. И в моем понимании эти части вот примерно такие, как я здесь описала, все это основано на моих собственных наблюдениях за UX-ерами, а я, в общем-то, целыми днями только тема занимаюсь, что наблюдаю за UX-ерами и за тем, как они работают. И тут важно отметить, что речь идет о тех, кто проектирует интерфейсы. То есть если обобщить, то мы считаем, что это люди, работа которых заканчивается где-то в области вайрфреймов. Это не те, кто делают вот совсем-совсем красоту, чтобы ее выкладывать в дрибл. И так или иначе эти люди состоят из каких-то частей, которые где-то в области логики структуры, из каких-то, которые в области художественной. И между ними очень важный момент про коммуникацию, без которой тоже полная труба происходит. И я в следующие полчаса или сколько пройдусь по всем этим кусочкам чуть подробнее и немножко расскажу какие-то базовые советы о том, как их можно в себе и в других развивать. И начну я с страшных историй, которые у нас то и дело происходят. Первая история будет, собственно, про способность структурно мыслить. Что я под этим подразумеваю? Такой момент, что дизайнеры очень часто начинают с картинки. У них в голове картинка, они как бы сразу вот могут выстроить, как будет выглядеть интерфейс. При этом они не знают точно, что было раньше, что будет потом. И это просто эпик фейл всегда. То есть всегда нужно понимать всю картину в целом. У нас буквально недавно был совершенно прекрасный, очень привередливый клиент. Ну так, по-хорошему привередливый, но тем не менее. Нам нужно было за две недели, пока он у нас в офисе, соорудить ему концепцию приложения, чем мы и занимались. Но это выглядело так, что мы ему каждый день вываливали пачку экранов. А так как он очень привередливый, то нам приходилось делать все пиксель перфект, с идеальными шрифтами, отступами. И мы очень торопились. Поэтому на каждой встрече у нас получалось примерно следующее. Он смотрел и говорил, ну хорошо, вы нарисовали вот этот экран для залогиненного пользователя. Как он будет выглядеть для незалогиненного? Мы говорили, ну мы еще не думали, мы будем об этом думать завтра. Он говорил, все с вами ясно. Ну ладно, вот тут у пользователя вы нарисовали трое друзей. А что будет, если у него 28 друзей? Мы говорили, мы еще не думали, но подумаем послезавтра. Он говорил, хорошие спецы мне попались. Вот такого быть вообще не должно никогда. То есть дизайнер должен так или иначе видеть картину в целом, видеть все ее части, уметь их разложить по полочкам, структурировать. И без этого очень тяжело просто. Все? Перестало? Нет, не перестало. Второй мой любимый пункт, который я называю «погрузиться в контекст», сильно зависит, конечно же, от конкретного продукта, с которым вас свела судьба. Наверное, если вы работаете с каким-нибудь e-commerce, там будет попроще, потому что это то, с чем сталкиваешься в повседневной жизни. У нас очень много проектов из области здравоохранения, каких-то таких тяжелых внутренних, из области финансов. И тут происходит, например, следующее. Второй очень привередливый клиент, у нас череда пошла этих прекрасных людей, к нам пришел с запросом. Он говорит, я придумал крутую финансовую систему, но только я не могу ее визуализировать, визуализировать, мне нужен кто-то, кто мне в этом поможет, дайте мне какого-то эксперта. Мы ему дали UX-эксперта, и у них первую неделю все было хорошо. Первую неделю они там прописывали персон, рисовали какие-то флоу, какие-то стикеры клеили, вроде все были довольны. На второй неделе он к нам приходит и говорит, вы знаете, заберите обратно своего эксперта, потому что я трачу по два часа в день, объясняя вот эту вот всю финансовую логику и терминологию. И мне надоело быть учителем, я так больше не могу. Ну, мы там выкрутились, мы подключили бизнес-аналитика с доменной экспертизой, но тем не менее. У дизайнеров, таких вот совсем дизайнеров, этот момент часто страдает, потому что, опять-таки, они очень быстро переключаются на какое-то чистое, бывает уже рисование там вайров или чего-то, и у них не хватает силы времени на то, чтобы погрузиться плотнее. Это обязательно нужно развивать, без этого никак. Конечно, в компании большой мы всегда там можем позвать бизнес-аналитика, позвать доменного эксперта, создать какую-то команду, чтобы было попроще, но тем не менее это скилл, который нужен обязательно. Коммуникации. Это вообще мое любимое. Это то, над чем мы сильно работаем как раз сейчас в дизайн-студии, потому что оно очень сложно вытягивается из многих людей, а тем не менее без него совершенно невозможно жить. Главным образом, потому что весь дизайн, весь UX, UI и все вот это очень сильно в субъективной области отношений. Я когда хожу на какие-нибудь демо, регулярно наблюдаю, приходит девелопер, например, ну даже если это там фронтенд, он показывает, говорит, смотрите, я на прошлой неделе работал вот над этим, 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 вот здесь мы нажимаем, видите, работает, здесь мы нажимаем, открывается. Клиент говорит, ну все, прекрасно, я доволен. Если приходит UX с тем же самым, он говорит, видите, я нарисовал контрол, вот он открывается и будет вот то-то. Клиент говорит, а почему будет вот то-то? А мне кажется, это будет неудобно, должно быть по-другому. И сразу завязывается дискуссия. Да, таким образом тут нужно уметь донести мысль и до клиента, и до команды, потому что вот эти споры на тему того, это удобно, неудобно, они происходят просто каждый день. Отдельно здесь будут именно такие презентационные навыки показать свою работу наиболее выгодным образом. Это нужно на каких-то более крупных презентациях, но тем не менее нужно. И очень тяжело передавать вот эту вот задачу кому-нибудь другому. По поводу передачи другому была очень драматическая ситуация, когда мы сделали отличную работу, мы проанализировали работу, проанализировали приложение, которое было у клиента, нашли там какие-то вещи, которые можно улучшить, все это отрисовали. Сама по себе презентация была великолепная. Мы приходим на презентацию. Почему-то у нас так вышло, что мы не успели прорепетировать. Почему-то вышло так, что лид-дизайнер, который этим плотно занимался, был на каком-то другом звонке и, в общем, презентовала я сама лично. И я все это, значит, рассказала что-то, вот что мы сделали то, мы сделали то, и тут у клиента возникает вопрос. Он говорит, а почему здесь вот так? И выясняется, что я не знаю, почему здесь вот так, и это сразу убило все доверие напрочь ко всей нашей презентации. Вот такого быть, конечно, не должно. Нужно как-то стараться этого всего избегать. И дальше мы перейдем к части, которая более визуальная. Вот вы знаете, я когда вот это все структурировала в голове, я, конечно, погуглила, что другие умные люди пишут и думают на эту тему. И многие пишут и думают, что-то там похожее. Но вот такого пункта про насмотренность почему-то никто не упоминает. При том, что мне кажется, что это очень важная вещь, которая позволяет очень ускорить процесс любого проектирования. просто потому, что какие-то паттерны, которые есть в голове, знаете, когда вот иностранный язык изучаешь, и у тебя там фразы какие-то готовые, бывает, выскакивают в нужных ситуациях. Вот в дизайне та же самая история. Если у тебя в голове есть, там, не знаю, 150 видов дропдаунов, то гораздо проще быстро предложить нужное решение. И что получается, если вот этого нет? Если уж говорить об историях. У нас был случай. Бизнес-аналитик поехала онсайт к клиенту. Они за неделю тоже продумывали концепцию. Она выясняла требования, и она же быстро накидывала в аэрфреймы. То есть утром они встречались в брейнстормеле, потом она что-то там рисовала и выдавала для следующего обсуждения. Вот. И ей приходилось нам звонить дизайнерам, ну, раза два в день точно. Потому что она умничка, она все хорошо знала, но она как бы брала, например, и говорила, слушайте, мне вот здесь нужно сделать сортировку по пяти параметрам. Я беру стандарты, контрол, EOS, он не лезет. Что мне делать? И она сама не была способна решить вот этот вопрос быстро. А дизайнеры как раз-таки могли. И последнее — это такая совсем, казалось бы, художественная часть, без которой тоже крайне тяжело. Потому что, во-первых, все-таки восприятие интерфейса сильно зависит от того, как вы там расположите элементы. В каких-то ситуациях, если вы, например, хотите собрать фидбэк, без этого вообще никак. То есть если это просто там общий фидбэк по функционалу, оно сработает. Если вы хотите проверить юзабилити, там решающую роль играет, чтобы у вас, не знаю, заголовки от блоков не отскакивали, например. Или цветовые акценты были выставлены правильно. Это уже, конечно, мы залезаем в UI, но тем не менее и в чистом проектировании вайрфреймов это тоже важно. Плюс к этому очень много визуальных людей на свете, которые вообще не воспринимают, если им показывают что-то непонятное. И тоже в тему привередливых клиентов. Привередливый клиент номер 3 у нас есть. С ним смешная очень ситуация. Мы ему вообще-то рисуем вайрфреймы. То есть так было сразу обозначено. Мы выдаем вайрфреймы, мы не лезем глубинно в дизайн. И он первые недели две реагировал на половину наших вайрфреймов. Он говорил, это вообще не то, что я себе представлял. Мне вообще не нравится. И мы пытались разобраться, что же он себе представлял. Вроде мы все записали, вроде мы все структурировали. Вроде бы все хорошо, почему не нравится. И потом в какой-то момент мы постепенно начали понимать, что если, например, криво, то он это не воспринимает. Если где-то заголовки разным шрифтом, он тоже это не воспринимает. Он не может это сформулировать, сказать, что мне не нравятся ваши шрифты. Но тем не менее оно вот так. Поэтому я считаю, что, конечно, UX-ру какие-то базовые навыки здесь обязательно нужны. То есть получается вот эта вот картина, состоящая из каких-то частей, часть из них где-то в правом полушарии, часть где-то в левом. Все было бы хорошо, но очень мало людей с такими навыками разом рождаются, например. То есть почти все имеют склонность к какой-то из этих составляющих. Итак, если, например, говорить об образовании, о профессиях, ну это такое достаточно условное разделение, но понятно, что левая часть, она где-то там в области математической, аналитической, правая где-то в художественной, а в середине у нас вообще телеведущие. Люди, которые приходят с опытом работы математиком, телеведущим и дизайнером, таких очень мало, примерно ноль. Поэтому нам приходится что-то с этим делать. И мы, в принципе, я считаю так, где-то неплохо справляемся. У нас практикантская программа есть. Вот там вот продумано все так, чтобы человек на выходе обладал какими-то кусками всех этих навыков в той или иной степени. Понятно, что на выходе практикант джуниор, но тем не менее его сразу натаскивают вот на весь ряд вот этого всего, и это довольно удобно. Если приходит человек уже сложившийся, там сложнее. Иногда бывают вообще случаи, когда ну никак не переселить. То есть вот есть, например, у нас люди очень сильный дизайнер, но он считает, что ему не надо презентовать и показывать работу, что вот все посмотрели, и всем все ясно. И мы с ним боремся на каждом проекте про это. Он говорит, все хорошо. Если вы не понимаете, то значит, вы дураки. То есть вот в любом случае какие-то части, если они провисают, нужно над ними работать, а как работать, я немножко порассказываю. Но опять же, наверное, каких-то тут великих открытий я сейчас не буду давать, но какие-то вещи тоже по своим наблюдениям я могу донести. Структурное мышление. Вообще в UX сейчас целая куча техник, ну, наверное, все так или иначе с ними знакомы, которые позволяют пройти через весь цикл и прийти к нужному решению. То есть вот все это прописывание, юзерфлоу, сценариев, вот это вот все, оно, конечно, помогает. Если вы рисуете сначала майндмэп, там потом сайтмэп, потом начинаете с каких-то базовых вайров, переходите подробнее к деталям. Все помогает увидеть общую картину и не допускать ошибок где-то там на пути. Мой любимый пункт здесь называется уметь ответить за все. Это именно то, что мы не смогли сделать с нашим этим привередой номер один. Во время практики это выглядит примерно так. У нас практикант рисует в конечном итоге какой-то концепт, чего-нибудь. Приходит, я всегда надеюсь, что если я буду туда наводить, то все будет переключаться. Приходит, значит, практикант на ревью с сеньорными людьми, а мы его терзаем всеми возможными способами. То есть если он нам показывает какой-то такой экран, то мы у него будем спрашивать, что будет, если нажать на стрелочку назад, которая здесь не видно. Что будет, если у нас тегов не три, а, допустим, 23. Может ли такое быть в принципе. А вот у тебя там нарисованы три точечки. Что за этими тремя точечками скрывается? И тут, например, человек говорит, там будет, не знаю, share, like и delete. В реальных проектах очень часто бывает, что ты нарисовал share, like и delete. Месяц спустя там остался только share. Что мы будем делать в этой ситуации? Вот если человек может ответить на эти все вопросы, то, значит, дело идет хорошо. Если он застревает, то, значит, надо продолжать что-то развивать. И я сама, знаете, из тех людей, которые считают, что книга лучший подарок, поэтому я всегда всем пихаю всякие книги, их рекомендую. Если хочется по процессу пройти, то я сама совершенно влюблена вот в это designing for the digital age. Это тетенька, которая работала и работает вместе с Аланом Купером. Это книга, которую я просто держу под кроватью. Она вот такой вот толщины мелким шрифтом. То есть я иногда достаю, не знаю, хочу про сайтмэп почитать, а там целая глава на 100 страниц, как делают сайтмэп. Ну вот такая. Вот. Но если такого не хочется, то я не знаю, как сейчас у детей. В моем детстве был вот этот Реймонд Смалион. У него прекрасные совершенно аналитические задачки. Знаете, вот эти. Знакомы с ним, нет? У него рыцари-лжецы, там принцесса или тигр. То есть когда тебе дается такое задание, типа вот эти трои лгут, и один не лжет. И давайте определите, что там было на самом деле. Это очень хорошо раскачивает мозг в сторону как раз аналитического мышления. И при этом это просто приятное занятие. Поэтому я всегда тоже такое рекомендую. Дальше. Опять я надеюсь, что на меня отреагирует этот. Контекст. Значит, с дизайнерами, как я говорю, проблема в том, что почему-то они часто не решаются задавать вопросы. Это вот на стыке, конечно, с коммуникациями, но тем не менее. Стараются как-то замять эту тему, быстро послушать и пойти уже заниматься делом. Вот так вот быть не должно. И здесь помогает, во-первых, какая-то теоретическая база. Например, типы вопросов. То есть если вы уже там знаете, что бывают вопросы открытые, закрытые, вы получше понимаете, как ими можно действовать. Какие-нибудь там конвергентные, дивергентные фактически. То есть вы знаете, какие могут быть типы. Вы можете их там выписать себе на бумажку и идти по ходу беседы с тем же клиентом, что-то выяснять. Очень важно развивать в себе активное слушание. Это вроде бы тоже во всех книгах прописано. Очень у многих людей провисает. Когда вам что-то наговорили, вы ничего не поняли, тихо кивнули и пошли думать над этим. Всегда можно переформулировать, убедиться в том, что вы поняли, о чем речь идет. Надо просто над этим работать. Если вот знаете за собой такое, просто это делаете регулярно и все. И техники откапывания информации. Ну, тут тоже какие-то просто вещи. Вы можете сами самостоятельно сделать вне беседы с клиентом. Можно пойти посмотреть, что там у конкурентов, повыписывать, сравнить. Можно, не знаю, если вам попался вот этот вот приверегливый финансовый, который терминологию не хочет объяснять. Ну, не знаю, сходите на курсеру, возьмите курс начинающего брокера. То есть сейчас возможности вагон, и лучше, конечно, это делать, чем не делать. И еще один совет от Ричарда Фейнмана. Это американский физик, лауреат Нобелевской премии, наверное, кто-то знает. Он дает такой совет. Он говорит, если вам какая-то новая тяжелая тема попалась, попробуйте ее так сформулировать, чтобы вы могли ее объяснить восьмилетнему ребенку. Это очень помогает как раз самому себе в голове уложить что-то. Ну и книжка эта, она, конечно, вообще не про то, в ней нет каких-то конкретных советов. Она вся состоит из баек, которые Фейнман в своей жизни встречал. Но она просто хорошая, потому что она помогает настроиться на нужную волну. То есть когда ты читаешь, как он, будучи студентом-физиком, решил пойти к биологам и тут же там выбился в звезды, просто потому что ему стало интересно посмотреть, чем занимаются биологи, почему бы нет. В общем, это просто вдохновляет. Моя любимая коммуникация и презентация. Тут есть тоже несколько моментов, над которыми можно работать. Первый и важный — это навыки аргументации в себе развивать. Тут есть такая теоретическая часть. Вы можете просто, например, изучить структуру аргумента и знать, что аргумент строится как тезис, аргумент, вывод. Но еще лучше, если вы это будете не просто знать, а, например, ежедневно тренировать. Потому что любую вещь можно попробовать вот так вот вывести, так, чтобы в нее все поверили. Например, можно сказать речь для родителей, почему очень важно сделать татуировку на лице. И так, чтобы они в это поверили. Или начальнику придумать себе в голове какую-то речь, почему все должны работать по 8 часов, а вы должны только по 5. Вот если удастся сделать логическую цепочку, которая к этому приведет нормально, то, значит, дела идут неплохо. Но кроме, собственно, таких вот рациональных вещей, если мы говорим о презентации, там уже включаются эмоциональные. И там совершенно другие техники. Они, мне кажется, нарабатываются все-таки с опытом. Умение рассказать историю. Вот весь этот стори-теллинг так, чтобы у людей какие-то ниточки вы смогли дергать, чтобы они отреагировали. Вот когда вы что-то показываете, презентуете, обычно, но чаще всего важно уметь сделать и рациональную часть, и эмоциональную, особенно если это какая-то презентация продажная. Там вот это очень важно уметь. У нас тоже не очень давно был довольно забавный случай, когда мы в Нью-Йорке делали предложения клиентам. И нам в одной из областей немножко не хватало экспертизы. Мы запартнерились с другим агентством, и от них был представитель. И вот это было, конечно, небо и земля, как мы им показали наши работы. То есть мы показывали, что у нас есть наша работа, вот такая, а он показывал… Мне кажется, у меня что-то изменилось в жизни. А, хорошо. А он показывал свою. И мы вышли и сказали что-то типа такого. Вот это портал. У нас была задача сделать responsive web для всех устройств. Работала команда разработчиков из 10 человек. Мы уложились в 3 месяца. Клиент доволен. Ну, нам сказали, интересная история. Когда вышел этот Брайан, это была какая-то просто песня. Я не смогу передать, что он рассказывал, потому что я тоже не он. Но американцы как раз это умеют лучше. Он рассказал так, что после этого все клиенты, во-первых, вся аудитория чуть ли не зааплодировала, во-вторых, они сразу вспомнили, как бы вот из его рассказа они выдернули каких-то общих друзей, какие-то общие контакты. Они вспомнили, что сами пользовались вот этим когда-то, и действительно было неудобно, а теперь-то стало удобно. То есть он их просто зажег. И это отдельный, конечно, навык, которым надо заниматься. И здесь тоже, если уж я бесконечно советую книги, вот ту вот, которая справа, я тоже держу под кроватью на всякий случай. Я вообще люблю Орейли, потому что у них вот птички и слоники на обложках. Там дизайнер настоящий, он дает очень много живых примеров из своей практики, во-первых, как он убедил клиентов, стейкхолдеров, коллег в чем-то там. И дает какие-то очень такие практические советы на эту тему, хорошо прописанные довольно простым языком. Вот. А если хочется чуть поглубже покопаться, то есть Барбара Минта. Она работала в МакКинзи немного, немало, и в какой-то момент она придумала вот эту всю структуру, как нужно доносить любую мысль. И у нее целая книга про ее, эту пирамиду Минта, где тоже доступно, хорошо объясняется, как вы можете любую идею разложить на составляющие, и написать в тексте там имейла, рассказать словами, презентовать так, чтобы аудитория не теряла нить и чтобы получался хороший структурированный рассказ. Насмотренность на интерфейсы — это только, как мне кажется, практика. Во-первых, полезно ввести в привычку просто все, что попадается под руку анализировать. Открыл Uber, смотришь, как там выглядит выбор адреса, где-то себе фиксируешь в подкорке, как производится оплата. Если вот это осознанно делать, то, конечно, постепенно какие-то вещи запоминаются. Мы еще тоже любим с практикантами два момента. Первый — это заставить, ну, это обычно на первой неделе где-нибудь можно поделать, заставить что-нибудь покопировать. Берешь там Behance и все, копируешь 100 экранов. Можно, конечно, в это добавить какую-то творческую составляющую, то есть скопируй Uber, но сделай его там по Material Design Guideline, например. Но в принципе это полезное упражнение для всех. И второе — у нас было такое садистское тоже упражнение, когда нужно в первый день придумать 5 концептов приложения, во второй день развернуть мысль, придумать 10, в третий — придумать 15. На выходе получается абсолютно вымотанный человек, у которого в голове уже сложилось два десятка паттернов. Здесь по некоторым причинам не будет никаких дополнительных рекомендаций, ну, просто потому что это такая область, которой надо просто заниматься. И про художественные навыки. Ну, опять-таки, нет цели стать юальщиком, если ты на самом деле проектировщик. Не нужно тут пытаться действительно начать строгать какие-то дриблошоты анимированные. Но вот то, что здесь указано, оно все, мне кажется, должно быть. В принципе, тут, ну, пожалуй, все и указано из базового. Единственное, что, может быть, еще там про цвета какую-то теорию изучить. Уметь все расположить по сетке, понимать, какие бывают шрифты. И вот это вот, оно никогда не помешает, в общем-то, никому. Какие-то принципы, там, теории близостей и гештальт-принципы. Все это нужно. Про сетки и прочее. Есть миллион материалов в сети. Тут даже можно не советовать. Это легко очень. Все находится, все находится, гуглятся. Я сама считаю, что довольно удобно. У бюро Бирмана книжки устроено, и они как бы очень доступны и легко с них начинать именно. Там реальные советы. Но если хочется поглубже где-то покопать, то, если еще осталось, у вас место под кроватью, то вот очень подходит вот та вот книга справа. Она, мне кажется, довольно адская книга. Она тоже такая толстая, очень мелко написана. И вот мне кажется, если ее прочитаешь, то выйдешь и будешь нести свет в массы на тему типографики. Но если не хочется еще нести свет в массы, то я обожаю вот эту книгу, которая «Just my type». Не проверяла, честно говоря, переведена ли она на какие-нибудь доступные языки. Но даже на английском она нормально идет. Автор рассказывает очень живо истории про разные популярные шрифты. У него там есть история по созданию комикс-санса, история про гильветику, про гарамон. И оно очень, во-первых, интересно читается, ну то есть просто почитать, развлечься, интересно. А во-вторых, она вызывает интерес покопать дальше. То есть если уже вот это прочитал, то с некоторой вероятностью дальше пойдешь читать вот Роберта Бринхерста. Вот. Я, как обычно, укладываюсь в гораздо меньше времени, чем я себе планировала, потому что, видимо, я пропустила кучу каких-то вещей, о которых собиралась рассказать, не знаю точно. Вывод из этого всего такой, что все эти части, мне кажется, абсолютно необходимы, но их все можно развивать. Естественно, все вот эти книжки, которые я перечислила, они не помогут их развить в нужной степени. В любом случае нужна практика, нужны в каких-то ситуациях менторы. Но это все доступно, это можно делать. И в большинстве случаев не бывает такого, что нельзя в себе перебороть какой-то кусок и его вывести на новый уровень. Ну и, собственно, все. Всем спасибо. Продолжение следует...